Привет! В этом видео мы будем работать с кусочком видео, которое, кстати, уже есть на моем канале. Это видео из путешествия в Турцию. Я вам покажу, как можно будет сделать шторки и придать вашему видео такой киношный вид. Мы будем работать с титрами. Создаем новый титр, переместим его на новую, самую верхнюю дорожку и растянем по всей ширине видео. Для редактирования титра нажмем на нем два раза. На самом деле вот этот слой титра нам вообще не нужен, поэтому мы его удаляем и создаем новый титр. Только у нас будет не текст, а фигура. Вот, вылез. Основной цвет мы меняем на черный и увеличиваем масштаб нашего прямоугольника до 200%. Первые настройки выполнены. Теперь нажмем на кусочек видео и поговорим про маркеры. Видите синюю точку на дорожке? Это как раз и есть маркер. Чтобы сделать появление из черного цвета моего видео, я использовала эффект, который называется слияние, ну или прозрачность. В начале видео у меня абсолютно непрозрачный слой, а где стоит маркер, прозрачность стоит на 100%. Я хочу, чтобы мои шторки полностью открылись тогда, когда видео будет с настройкой прозрачности 100%. Я ставлю маркер на черные шторки, чтобы он соответствовал маркеру прозрачности, чтобы они располагались точно друг над другом. И перехожу в редактирование шторки. Это у нас будет нижняя шторка. Настройки начального первого маркера для нижней шторки будут следующие. Я меняю позицию Y на 100, а второй маркер будет иметь позицию Y, ну где-то, например, 170. Мне такая ширина подойдет. Посмотрим, что у нас получается. Отлично! Это именно то, что я хотела. Теперь сделаем верхнюю шторку. Копируем то, что мы только что сделали, и перетаскиваем так, чтобы дорожка оказалась ровно над предыдущим слоем. Это будет верхняя дорожка. Перейдем на стройки и расположим ее таким образом. Начинаться она будет в позиции Y на минус 100, а вторая точка будет на минус 170. Потянем курсор в начало и посмотрим, что у нас получается. Да, все классно. Теперь посмотрим полностью. Опа! Надпись, которую я сделала с названием «Место», не помещается в узкий кадр. Ну, это не проблема, мы ее можем подвинуть. Сначала я двигаю полосочку. Она у нас также располагается в настройках, называется «Центрировать игрок». Полоску подвинули, теперь двигаем саму надпись. Листаем вниз, находим настройку «Центрировать игрок» и двигаем. Посмотрим. Да, все классно. Теперь посмотрим фильм полностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сначала я меняю непрозрачность видео с помощью инструмента слияния. Обязательно устанавливаю курсор на место маркера и перехожу в редактирование шторок. Здесь все нужно сделать то же самое, только в обратном направлении. Субтитры сделал DimaTorzok Что же, думаю, теперь вы сумеете сделать это самостоятельно. Удачи, ну и спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok